здравствуйте уважаемые подписчики канала про цветок в магазин привезли различные посадочный материал корневещные луковичные и конечно же розы когда бежать в магазин за посадочным материалом и как сохранить розу до высадки ее грунт потому что понятное дело что в конце февраля в начале марта мы не сможем высадить ее в открытый грунт сначала ну естественно определяемся сортом среди выбранного сорта есть в разном состоянии вот допустим я захотела розу heavenly pink и начинаю рассматривать да все они упакованы там влажный субстрат скорее всего торфяной либо бывает с фагнум окутывают корни это в таком варианте если они не посажены в контейнер то наши манипуляции будут дальше заключаться в следующем смотрим какое состояние побегов хорошее состояние зелененькие пока кора живая блестящая замечательно а затем обращаем внимание на почки и я выберу тот вариант где почки только только набухли потому что вот допустим как у этого образца уже прямо начинают раскрываться листочки пусть он достанется кому-нибудь другому каждый день пребывания в магазине счастье розе не приносит потому что воздух сухой тепло и хочется в силу естественных процессов трогаться в рост но нам это совершенно не надо выбрав розу мы осматриваем может быть где-то что-то еще тут подломалась обрезаем если мы выбрали вот один такой вот пучок то конечно можно сохранить где-то в холодильнике если он у вас достаточно большой а если их много тогда конечно придется найти помещение прохладное где температура не поднимается желательно 35 градусов ничего страшного даже если это помещение будет темное мы можем оставить в таком состоянии но еженедельно осматривать здесь проверять высох субстрат которым находится роза или нет и немножко дабы по добавлять влаги есть еще один вариант если вы сомневаетесь в том что там и в каком она состоянии потому что всякое может быть значит мы распаковываем слегка разбираем расправляем корни те которые подогнутые те которые почерневшие подпорченные надломанные мы аккуратно обрезаем секатором и затем сажаем в какой-нибудь контейнер контейнер не должен быть большой главное условие таково что он должен быть глубиной такой чтобы мы присыпали на сантиметр-два корневую шейку либо прививку которая возможно здесь есть как правило это розы привитые и листовые пластиночки поверхность и побеги в том числе обрабатываем эпином для того чтобы поднять иммунитет и чтобы роза уже приходилось потихонечку в себя это как нам витаминок в разгар эпидемии покушать а самую емкость контейнер с розы проливаем цирконом или корневином для того чтобы лучше пошли корневые процессы у розы и все и в таком состоянии мы можем сохранять конечно же когда уже есть побеги мы сохраняем на свету пусть это будет может быть не отапливаемый дом лоджии но чтобы там снова же не было жаркой вот если бы все у вас не получилось она пошла колоситься у вас на балконе допустим потому что балкон теплый солнце много уже тепло ну и пусть себе колоситься в конце концов вы сможете затем когда минует угроза уже заморозков вынести ее потихоньку выносить на открытый воздух и снова же вы не сразу и пересаживаете а в течение недели дней десяти вы ей проводите как бы такую закалку и только после этого вы уже пересаживаете и непосредственно в грунт ну заправку это уже другая история ям этом этим как-то рассказывала как надо подготовить посадочную яму для розы потому что расти там ей долго и радовать вас на этом месте ну пожалуй про розы все не забывайте что как только привезли сразу надо бежать и обеспечивать дома очень комфортные условия потому что но никто кроме вас эти условия не создаст а сорта и ассортимент очень хорошие до новых встреч всего хорошего